Чуваки, по традиции, первые 100 комментариев с кайфом лайкнул. Ну что, друзья, яшники подвезли нам контент в виде пика базового-среднего кумира. Аж целых три варианта у нас будет на выбор. Естественно, я собрал сборочку и собрал не одну, а целые две. Тут даже обсуждать не стоит. Это лютый оверпрайс. С вас требуют около 800 тысяч, 800 тысяч монет на то, чтобы покрутить эту самую рулетку. Да, в любом случае, как бы, это контент для меня, но для тех работяг, у которых не очень много монет, не рекомендовал бы эту сборку, тем более сейчас Тотиш у нас на подходе. И вот так вот бездарно сливать свои деньги, конечно, не очень круто. Полтора миллиона монет я потратил, и, собственно, сегодня мы узнаем, а куплю я эту сборочку или нет. Ну, давайте на разогревчик. У меня есть три пика за Weekend League. Как вы знаете, за красные пики мне никогда ничего не падает, но давайте. Там есть Маркиньош, Тео Эрнандес, но никто из этих пацанов мне, естественно, не падает. Давайте не расстраиваемся. У нас есть второй пик, и во втором пике здесь тоже полная срань. Ну и третий финальный пик, естественно, мне нихера не падает. Ну и перед тем, как открыть эти два пика, я просто напомню, как сейчас у меня идут дела с этими самыми кумирами. До сих пор я в большом жирном плюсе, благодаря Самойлеву, Тео, Эсебио и Зубастику. Ну и Дальперу тоже так на подсосе, типа играть можно. Давайте в очередной раз по остаткам будем стараться угадывать игроков. Кстати, мне кто-то говорил, чтобы я поменял фотографию, потому что она слишком грустная. Может, поэтому мне так херово с кумирами везет. Ну, это по большей части касается второго аккаунта. Так, вот эта фоточка выглядит вроде более позитивно, чем предыдущая. Давайте, поехали. Так, давайте смотреть. Первая карточка. Физ, подготовка 64. Ни о чем не говорит. Защита такая себе. Это игрок атаки. Дриблинг 89, что довольно-таки неплохо. Если это не окажется, какой-нибудь лаун, друг, сейчас. Так, передача полное говно. Удары говно. Скорость такая. Ну, это, скорее всего, минус. Играл в Реал Мадриде всю свою карьеру. А, понятно. Это, короче, у нас Бутрогенио. Ну, типа, окей. Типа, не могу сказать, что я очень рад. Потому что вы сами видели, сколько игроков атаки у меня находится в команде. Плюс у него три звезды на финтах. А это для меня катастрофа. Кто-то может сказать, что я зажрался. Но, сори. Ну, типа, чтобы вы понимали, карточка стоит 500 тысяч. Я не буду сейчас устраивать тут фейковую радость. Поэтому переходим ко второй карточке. Физ, подготовка 86. Какой-то качок. Но это полная хуня. Потому что это не игрок защиты. А чел с такой силой вряд ли будет играбельным. Да, дриблинговно. Ну, это какой-нибудь Драгба какой-нибудь. Я не знаю. Блядь, с нихуя я угадал. Это Диде Драгба. Ну, тоже такой себе. Две карточки. И пока что у нас два нападающих. Окей, давайте смотреть третьего персонажа. Физподготовка 84. Дает надежду на то, что это все-таки не нападающие. Прыжки такие себе. Защита такая себе. Дриблинг вроде как неплохой. Но тоже не предел мечты, а не ловкость. Баланс на дне. Передача 86. Удары 83. 82 скорость. Ну, что-то такое сбалансированное вроде. А вроде как и хуй пойми. Я даже не знаю, кто это. Даже предположения нет. Это у нас Барнс. Ну, друзья, что я могу сказать. Первый пик. Не внушает доверия. Вроде как все бэйби карточки. Я хз кого взять. Драгба или бутругению. Наверное, выбор все-таки здесь очевиден. Про Барнса я вообще не думаю. Ну, такое себе. Ладно, давайте возьмем бутругению. И будем надеяться на второй пик. Ну, первый пик это, конечно, шляпа. Скажем честно. Так, ну что, друзья. Давайте лететь дальше. Физ подготовка 76. Выносливость такая себе. Что не очень радует. Защита херня. Дриблинг 94, друзья. А вот это... Вот это, возможно, что-то хорошее будет. Подождите. Физ подготовка меня расстроила. Но дриблинг 94 нам дает надежду на то, что это что-то классное. Передача 87. Блядь. Чуваки. Ну, у меня есть подозрение, что это может быть пеле. Но пока не знаю. Удары 87. Ну, вот, кстати, удары я, наверное, что-то покруче ожидал. Все-таки 87 как-то немножко настроение меня заруинили. И скорость 93. Кстати, это может быть Джош Бест. Мне кажется, это Бест, друзья. Нет, это Марадона, друзья. Это Диего Армандо Марадона. Ну, возможно, на мне не видно радости. Но на самом деле я доволен. Сколько сейчас Марадона стоит? Марадона стоит, друзья, 1 миллион 700 тысяч. То есть, по факту, я уже этой карточкой окупил себе 2 пика. Ну, чуваки. Мне продолжает вести с кумирами. Не знаю, как это работает. Я, опять же, возможно, не очень бурно реагировал на Марадона. Видимо, я уже зажрался. Знаете, друзья, эти иконы сыпятся налево-направо. Падают классные карточки. На самом деле, я за Марадона вообще ни разу не играл в этой фичке. Поэтому интересно будет его затестить. Но давайте смотреть, что у нас дальше будет. У нас еще 2 карточки впереди. Вдруг кто-то будет круче. Итак, физподготовка 71. Выносливость полная херня. Поэтому тут я вообще ни на что не рассчитываю. Дриблинг такой себе. Передача кал. Зато удары какие. Скорость 88. Ну, это какой-нибудь Ван Перси, может. Это Шевченко? Так, ну и третья карточка. Тоже чувак с херовой физподготовкой. Тоже выносливость 80. Защита 43. Дриблинг. О, боже мой. Мне эта стена полнейшая. 90 удар. 82. Скорость, ну это какой-нибудь итальянец. Может, Верий там. Нет, это Трезеге. Ну что, друзья. По итогу я могу сказать. Марадона плюс Бутрогению. То есть, что первое, что вторая карточка, это не стена вообще. Ну, конечно, меня немножко триггерит та мысль, что у меня один нападающий падает. У меня уже реально, я не знаю, как всеми этими карточками играть. Но Марадона это прикольно. Типа карточка с душой. Да, опять же, не без своих минусов. Три на слабой. Плохая сила удара, что мне не очень нравится. Выносливость. Но при этом имеет 5 звезд на финтах. Супер ловкий, супер с балансом. Поэтому за Марадону поиграть будет интересно. Кстати, я уже по полной готовлюсь к команде года. Посмотрите, сколько паков я нафармил. 110 различных паков. Я вообще ничего не открываю в последнее время. У меня миллиард паков по 100 тысяч. Там куча паков с нападающими, с защитниками. Короче, контент будет прямо на ура. Поэтому 21 числа, когда выйдут нападающие, я запущу прямую трансляцию. Ссылочка на мой твич-канал будет в описании. Поэтому, если вы не подписаны, подпишитесь. Так, ну и что, друзья. Дополняется у меня моя коллекция кумиров двумя неплохими форвардами. Но, опять же, что мне делать с такой кучкой игроков в атаке, я хуй его знает. Ну, реально, ну это пиздец. Но если в целом, опять же, смотреть по соотношению того, что мне падает, мне падает очень неплохо. Конкретно вот на первом аккаунте. Я думаю, что один из следующих видосиков у нас будет FIFA с кумирами. Многими любимая рубрика, где я собираю 11 икон. Собственно, там тоже эту сборочку соберу и, надеюсь, в стену не въебусь. А так, что? Вот такой вот финальчик. Напишите в комментариях, что вам падает. Как вы думаете, повезло мне на этот раз или нет. Ну, вроде, опять же, повезло. Типа, лям 700 карта стоит. Но в атаке у меня пиздец. Просто разъеб, типа. Ну, посмотрите. В общем-то, такие дела. Если вам понравился этот видосик, оцените его классным комментарием. Лайкусик оставьте. А с вами был я, Пандосов Иксович. Всем хорошего настроения. Чао, какого.